Всем привет! Главная звезда FIFA 21 среди геймеров Андерс Вейерганг продолжает штамповать победы в Викинг Лиге и после того, как прервалась его легендарная серия в 535 побед. В этом видео мы решили поделиться с вами рецептом успеха 15-летнего датчанина. Что же он делает для того, чтобы быть таким монстром на виртуальных футбольных полях? Расскажем вам в этом видео. Кстати, друзья, напишите в комментариях, сколько примерно времени в день вы посвящаете игре в FIFA. Итак, возвращаемся к Вейергангу и его игре. Парень пока не может участвовать в крупных турнирах до момента, пока ему не исполнится 16 лет. А это значит, что большую часть своего игрового времени он вынужден проводить в Викинг Лиге. И там он практически не попадает на топов мирового рейтинга. Так уж устроена система распределения соперников в FIFA. После подписания контракта с Лейпцигом, Вейерганг получил возможность работать с серьезными специалистами, которые прокачивают парня по всем направлениям. Тренер киберспортивной команды РБ после подписания парнишки сходу заявил, что работать над его стилем игры не нужно. Важнее научить мальчишку справляться с общественным давлением и обрушившейся на него славой. Еженедельно перед матчами Викенд Лиги Вейерганг тренируется. Этот процесс забирает у него примерно 15 часов в неделю. Но сам Андерс говорит, что несмотря на тренировки, он проводит за играми значительно меньше времени, чем многие его друзья и знакомые. Вейерганг считает себя обычным подростком, который просто получил чуть больше свободного времени для игры в FIFA во время пандемии и сумел довести свои навыки до автоматизма. Но не только с джойстиком в руках происходят рабочие процессы датчанина. Для Вейерганга в Лейпциге разработали специальные ментальные упражнения, комплекс зарядки и систему правильного питания. На одном из стримов Андерс шутил, что для достижения очередного рекорда иногда даже не хватало времени сходить в душ. А может быть это была и вовсе не шутка. Главной фишкой Вейерганга в процессе игры считается высокая линия обороны. На ютубе есть ряд исследований его игровой манеры, и большинство из них сходятся в едином мнении вот по каким пунктам. Вейерганг использует не самую мощную линию защиты. Иногда в ней проскакивают карточки с рейтингом чуть больше 80. Но вот в полузащите и в атаке у датчанина собраны настоящие монстры, которые просто разрывают. Стандартный набор для Андерса там составляют Гулит, Виера, Роналду, Роналду, Мбаппе и Неймар. Датчанин предпочитает не бросаться в прессинг и очень редко использует кнопку отбора. Он сам считает, что таким образом ему удается куда лучше контролировать футболистов на поле. Вейерганг не стесняется подпускать к своим воротам команду противника, чтобы потом молниеносно убежать вперед через длинные пасы. Эта штука пока не сработала только один раз. Но если вдруг вы не видели ролик о легендарном поражении датчанина, оставим ссылку на него в подсказках. Что касается финтов, то здесь наш сегодняшний герой является адептом старого доброго метода освоить один финт, но довести его использование до идеала. Главным оружием в этом компоненте датчанин избрал для себя переступ. Благодаря ему он может спокойно обыгрывать любого виртуального соперника один в один и освобождать себе пространство для обострения атаки. Если вдруг вы думали, что у Вейерганга есть какая-то особенная тактика, которая застает врасплох соперников, то спешим вас разочаровать. Это не так. Пацан просто довел до автоматизма свою игру и отточил все основные приемы, которыми он постоянно пользуется. Так что как только все пойдет не по его плану, есть риск, что все рухнет и плана Б у Вундеркинда в запасе не будет. Пусть пока это сработало лишь однажды, но переход на взрослый уровень и участие в турнирах против мировых топов совершенно точно оголит ряд новых проблем датчанина. Теперь и ты знаешь, за счет чего удалось добиться успеха в FIFA 21 Андерсу Вейергангу. Жми на лайк, если тебе зашел этот ролик. Подписывайся на Кибербол и будь в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До скорого!